Признаки того, что человек финансово не образованный. Когда он покупает курсы по заработку, инвестирует в NFT и другой бред, а потом просит у каждого занять денег. Когда чел не хочет устраиваться на работу всего за 25 тысяч и не устраивается ни на какую вовсе. Есть и другая крайность, когда люди по жизни руководствуются принципом «лучше синиться в руках» и постоянно работают за копейки, хотя квалификация вполне позволяет зарабатывать больше. Подобное особенно выражено у старшего, еще советского поколения. Никто в здравом уме и трезвой памяти не расскажет вам, как заработать очень много денег. Если знаешь, как заработать и при этом не напрягаясь, то нах плодить конкуренцию. Люди, которые откладывают 100% свободных денег, очень странные. Типа, хей, я питаюсь дошиком уже целый год, но зато у меня на карте уже 100 тысяч. На что я собираюсь их тратить? В смысле тратить? У моей подруги нет родителей, а пеку над ней взяла бабушка. Когда исполнилось 18 лет, государство как сироте выплатило ей 1 миллион рублей. В то время мы сильно поссорились и не общались. Через полтора года после получения денег снова помирились. Господи боже, прости меня, но я не понимаю, куда человек за полтора года просрал миллион рублей. Ладно уж, потратила да потратила. Но сейчас ситуация такая. Она продала свой последний айфон, чтобы закрыть какую-то кредитку. При том, что у нее еще откуда-то взялось кредиток на 60 тысяч. И она просит, чтобы я взяла айфон 15 про макс в кредит на себя для нее. Обещаю честно все отдавать. Извините, но это такой кринж. Печально то, что она обижается на меня, потому что я не хочу сделать для нее доброе дело. Когда покупают авто в кредит, который еле-еле могут обслуживать. Когда берут кредит на свадьбу. Достаточно таких случаев знаю. Когда все время обедают в рейстике, покупают кофе в кофейнях. При этом на это уходит как минимум треть зарплаты. На самом деле много примеров привести можно. На Бусти дропнул видео со своим лицом. Там уже 10 часов контента без цензуры. А подписка стоит всего от 50 рублей. Ссылка в описании. Если чел нашел крупную сумму, выиграл в лотерею, любой другой способ получить много денег разом и начал жить как долларовый миллионер. Он промотает деньги за 2-3 месяца и вместо крутой возможности улучшить свою жизнь, получит мимолетное развлечение. Брать кредитку, чтобы закрыть кредитку. Может я что-то не понимаю, но в итоге все равно остаешься с кредиткой и долгом по ней. Возможно даже с худшими условиями, чем по той, что ты уже закрыл. Моя подруга такая, увы. Около 1000 рублей в месяц тратит на подписки, которыми почти не пользуется. Говорит о том, что планирует купить дорогой спортивный коврик и одежду для спорта. А на следующий день рассказывает, что ей не перевели деньги за работу и пенсию отцу не принесли. И поэтому дома нет никакой еды, ни картошки, ни риса, ни чая, ни сахара, ничего. И они не ели целый день. Но ее родители гораздо хуже. Ее отец живет на пенсию, но тратит в 2 раза больше, чем получает. Регулярно покупает курсы и вебинары, при этом не собираясь использовать эти знания и работать. Его содержит жена, которая любит покупать новую одежду каждый месяц, очень религиозно и одну десятину своего заработка отдает в церковь всю свою жизнь. Поэтому они бедные. И не потому, что мало зарабатывают, а потому, что живут максимально не по средствам. Есть у жены двоюродная сестра, которая живет одна в своей квартире. Не так давно и прилетело хорошее наследство от покойного отца в другом городе. Мать умерла уже давно. Так эта особа, без карьеры и образования, на радостях бросила работу и просто проматывает деньги. Откровенно проедает и покупает всякий хлам, который по оценке перепродает своим родственникам за ненадобностью. Учиться не хочет, в себя вкладывать не хочет. Слава богу, почти не общаемся с ней. Все новости узнаем от родной сестры и жены, с которой она активно общается. Единственное, молимся, чтобы она не родила детей. Иначе, скорее всего, придется нам их воспитывать. Как когда-то ее саму воспитали родственники и поставили на ноги. Полно таких. Вот буквально в том месяце скинул за пацана 500 рублей. В этом у него уже нет зарплаты, которая была буквально 5 дней назад. Но за день до этого он рассказывает, что купил билет в купе, потому что не любит плацкарт. Её простая, да никто не любит, его берут, чтобы деньги были. Далее чел продает сейчас айфон за 75 тысяч, купленный за 125, потому что резко денег стало не хватать. Мой батя дает каким-то херам с горы, прикидывающимся друзьями большие суммы денег без расписок. Или вкладывается в чужой бизнес, а те, разумеется, ничего ему не возвращают. И ничему его жизнь не учит. Брать кредиты на закрытие кредитов. По итогу уйти в еще больший минус, чем был изначально. Если его повысили на работе, зарплата выросла в разы. Но в его кошельке по-прежнему остается только 300 рублей за 2 недели до следующей зарплаты. Главный признак финансовой необразованности, это когда вы берете кредиты и живете не по средствам. У меня есть такой друг, просит вечно у меня в долг, а сам долг отдать не может. Но часы за полторы штуки приобрести может. Кредиты ему уже давно банке не дают. Уже насобирал вдоволь. У моих соседей всегда есть деньги на бухло, на бензин для их автомобиля, на оплату телефонов с интернетом на трех человек, на покупку нового телевизора со стереосистемой, на не самую плохую одежду, но никогда нет денег заплатить за квартиру. Вообще не платят ни за что. Не понимаю, как им до сих пор не отключили горячую воду и свет. Еще имеют наглость скачать права, когда они мешают соседям. Они шумные. Людям примерно 45 лет. Казалось бы, мозги уже должны были сформироваться. А еще у них незаконная перепланировка и снесена вентиляция. Мы 10 плюс лет живем без вентиляции на кухне и вынуждены в минус 30 или плюс 40 готовиться открытым окном. Они знают, что мы знаем про их перепланировку и что достаточно одного нашего слова, чтобы они начали делать дорогой ремонт. Но даже это их не останавливает. Сейчас сидим и слушаем очередную порцию оручей музыки от них. В понедельник будем вызывать инженера, чтобы он зафиксировал нарушения. Мы терпели больше 10 лет. Умонят друг без каких-либо проблем может занять деньги кому-либо, без каких-либо вопросов и сроков их возвращения. Ему таким образом должны суммарно около 70 тысяч рублей, а он абсолютно не собирается их требовать обратно. Типа, сами вернут, а если не вернут, похуй. Ну и конечно же он часто жалуется, что денег нет, а комп хочется обновить, за квартиру платить сложно и все в таком духе. Две истории, где я лично свидетель. Первое. На работе парень получил зарплату 35 тысяч, а на следующий день уже занимал у других. Оказалось, все спустил в онлайн-казино. Второе. Было лет 15 назад. Друг получил компенсацию 10 тысяч. Неплохие деньги для того времени. У меня, да и у многих других, зарплата меньше была. Первое, что купил, это самую крутую на тот момент мобилу и телевизор. Это при том, что у нас тогда и сети толком не было. И ни у кого из его друзей мобилы также не было. Оставшиеся деньги он пропил. Моя подруга со спокойной душой покупает одну чашку кофе за 350 рублей, но при этом не знает, что делать и куда деваться, если в единственной аптеке поблизости ее лекарство от желчи подорожало на 300 рублей. Будет терпеть приступы тошноты и гуглить, где бы найти подешевле. Камон, тебе этой пачки хватает на месяц, переплачиваешь 10 рублей в день и получаешь покой в ЖКТ через 10-20 минут после покупки и принятия. Это я. По идее не смешно, но ля, мне 17 и я ужасно в этом. Я устроилась на работу, чтобы стать финансово грамотной и ценить деньги. Но в итоге тратила деньги на такси на работу и поесть на работе, а потом заказать еду. Сейчас я уже не работаю, но все, что у меня осталось от того заработка, это дорогая косметика, которая вот-вот закончится и подарки, которые я купила родителям. Сейчас я снова живу на родительские деньги, но собираюсь снова работать. Надеюсь, получше будет ситуация. У моей тети так. Она жила с парнем, у которого были проблемы, но и взяла на себя кредит, чтобы отдать его долги. Через полгода он ее бросил. Если бы она не страдала хуйней, то выплатила бы всю сумму за 2 года. Это было 5 лет назад. Но она любит наводить красоту, тратить на ВБ по 15 тысяч в месяц, ЗП у нее 28, плюс пособие на ребенка 10 тысяч. Вот спустя 5 лет новых кредитов, рефинансирований, кредитных карт и тому подобное, у нее сейчас долг такой же, какой был, когда она взяла тот кредит. Когда отец раз в месяц присылает мне деньги, я трачу все их в первые дни. Даже не записывая, что я покупаю, не сохраняя чеки, и в конце концов забываю, что я вообще покупала. А потом жалую, что я уже 2 года не могу накопить себе на вменяемый ноутбук для учебы. Хотя за все это время уже могла как минимум на 3 таких накопить. Да, теперь все-таки буду записывать каждую потраченную копейку. Финансовую грамотность надо вводить в школе как предмет. Убрать новые предметы про религиозную мифологию и про национальную нетерпимость. Покупает айфон в кредит и ест дешевую еду быстрого питания, типа дошек или роллтон. Имея ипотеку с ежемесячным платежом, близкой к твоей зарплате, ходить по клубам, пока не останутся копейки на счету. Занять, чтобы отдать долг другому. В долгах, как в шелках, но на море мы откладываем. Море 2 раза в год обязательно. Кредит брать будем. Вместо того, чтобы отдать долг, ежедневно покупает кучу ненужной хероты и пивчанский. Ноет, что денег нет. Эти люди должны нам 250 тысяч. Если чел сначала предлагает скинуться побольше, мол, чтобы посиделки были круче, или советует дорогие кафе, аргументируя это тем, что он только по таким ходит. Но, но, при всем при этом, он, она не может вернуть 200 рублей. За те самые посиделки, на которые скинулись все, кроме нее. Но она жрала со всеми. Когда твоя коллега взяла 1 миллион в кредит на коуча, при этом зарплата 30 тысяч. Столько стоили 8 созвонов. Один созвон, 125 тысяч. Вы только вдумайтесь. За 10 лет я потратил около полмиллиона рублей на компьютерные клубы и ни разу так и не купил себе компьютер. У меня соседка с приветом. Живет с сыном подростком 14 лет. Всегда хотела сына. После его рождения ему ни в чем не отказывает. На данный момент у нее 2 кредита за телефоны. Один потерял кредит в 100 тысяч на поездку с классом в Питер. Постоянно ему покупают о зажигалке. Он не курит, просто они клево выглядят. О ножи карманные. Она постоянно в долгах и не может понять, куда улетают деньги. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, финансовой грамотности обучайтесь, ребята, обязательно. Ээээ, что я хотел сказать? Также не забывайте про бусте. Обязательно переходите по ссылке, смотрите видео. Там есть бесплатные видео для всех. Там есть платные видео для всех. Там есть видео с моим лицом. Там много чего есть. Обязательно переходите. Вот. И все, в принципе. Подписывайтесь. Всем пока.